МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Первом Приднестровском программа «Вовремя» в студии Татьяна Коркина. И вот что вы увидите в этом выпуске. Значительно увеличить объемы производства и выйти на новый уровень. Государство поддержит еще одно предприятие. Новоселье в канун Нового года. Первомайский дом ветеранов принял более 20 подопечных. Герои нашего времени награды за отвагу вручили спасателям. Главный новогодний волшебник собирает заветные мечты тех, кто мужественно сражается с болезнью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня президент Приднестровья Евгений Шевчук подписал закон ПМР о республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. При этом в отношении отдельных норм закона глава государства воспользовался правом ВЕТа. Напомним, он впервые разработан правительством ПМР на среднесрочную перспективу, то есть на три года. В 2014 году планируется уменьшение дефицита республиканского бюджета по сравнению с 2012 годом на 140 миллионов рублей ПМР. В отношении отдельных норм закона о республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов глава государства воспользовался правом ВЕТа. По мнению президента, ряд внесенных депутатами поправок не обоснованы с точки зрения экономической целесообразности, не отвечают концепции законопроекта, а также нарушают установленные Конституции и действующим законодательством процедуры принятия законов. Сегодня же глава государства подписал закон Приднестровской Молдавской Республики о бюджете Единого государственного фонда социального страхования. На 2014-2016 годы также в отношении отдельных положений воспользовался правом ВЕТа. Государство поддержит еще одно предприятие. Председатель правительства Татьяна Туранская подписала соответствующее соглашение с генеральным директором Литмаша Валерием Понасенко. На данном предприятии собственники, мы уже убедились в 2013 году, действительно заинтересованы вложением собственных инвестиций с целью увеличения объемов производства. Была открыта очередная линия по литью. Председатель правительства подчеркнула, государство надеется, что благодаря поддержке Литмаш выйдет на новый уровень развития. Валерий Понасенко отметил, подобное соглашение позволит в следующем году увеличить объемы производства в полтора раза. В Дубасарском районе более 7 тысяч гектаров земель находятся в пользовании молдавских фермеров. Некоторые участки уже долгое время не обрабатываются. В конце года истекает срок нынешнего режима пользования приднестровскими землями для молдавских фермеров. Продолжит тему наш корреспондент. Из 7300 гектаров земли, находящейся в пользовании молдавских фермеров, более 700 гектаров не обрабатываются. В 2006 году землепользователям выдали сертификаты на временное использование приднестровских земель. Со временем башни переходили из одних рук в другие, причем не по приднестровским, а по молдавским законам. И сегодня непонятно, кто должен на бумаге, а кто фактически работает на этих землях. Мы на встрече экспертных рабочих групп 30 апреля текущего года выдвинули инициативу, предложили пройти бесплатную процедуру перерегистрации всех землепользователей, которые имеются на текущий момент. До 1 октября. Но спустя полгода ситуация не изменилась. Молдавская сторона не предоставила необходимые документы для перерегистрации. При этом все сходятся во мнении, что механизм, разработанный в 2006 году, уже изжил себя и нужно его менять. Данный механизм должен носить абсолютно прозрачный и эффективный характер. Он должен быть четкий, и он должен учитывать интересы экономических субъектов и Приднестровья, и Молдовы. К сожалению, текущий механизм в настоящее время пока не разработан в силу того, что молдавская сторона не представила конкретных предложений. Срок действия механизма, разработанного в 2006, истекает в конце 2013-го. Поэтому в Приднестровском МИДе надеются, что молдавская сторона проявит политическую волю и в ближайшее время в рамках работы экспертов удастся выработать новый механизм, при котором и приднестровские, и молдавские землепользователи смогут обрабатывать свои земли. Алла Чумаченко, Станислав Стоянов, Первый Приднестровский. Новогодние праздники – время каникулы отпусков. Многие приднестровцы выезжают за пределы республики. При этом автовладельцам о поездке стоит позаботиться заранее. На что стоит обратить внимание в первую очередь, расскажет Станислав Стоянов. Треть зимы позади. Настоящего снега в Приднестровье еще не видели. Благоприятной погодой пользуются некоторые автолюбители, оттягивая процесс смены резины с летней на зимнюю. Хотя опытные владельцы авто знают, не стоит ждать снегопада, чтобы переобуть машину. И заботятся об этом заранее. В первую очередь, зимняя резина – это самое главное. Я постоянно слежу за машиной, постоянно на СТО. И я уверен в ней. СТО в конце года без очередей все равно, что Новый год без Деда Мороза. Представить сложно. По уже устоявшейся традиции автовладельцы, процедуру техосмотра оттягивают до последнего. Причины у каждого разные. Не было времени, не был дома. Ясно. Где-то вот ездили были? Не, я в больнице лежал. Дела откладывал на потом, на потом. И так уже сейчас приходится делать. Машина стоит, вот видите, как она выглядит. Стоит, на другой езде мы эту проходим сейчас. Тем не менее, в ГАИ отмечают, с увеличением срока прохождения технического осмотра с шести месяцев до одного года очередей стало незначительно, но меньше. За 11 месяцев 2013 года государственного технического осмотра было представлено 80 тысяч автомобилей. Сразу могу сказать, что это на 1% больше, чем в 2012 году. Владельцы транспортных средств, которые не успеют пройти государственный технический осмотр сейчас, в 2013 году, могут же свое транспортное средство предоставить сразу же после новогодних праздников в 2014 году. При этом нужно будет заплатить штраф в размере десетируем ЗП, примерно 145 рублей. А те, кто вовремя успел пройти технический осмотр в этом году, в новом, 2014, за эту процедуру будут платить на порядок меньше. Согласно закону о дорожных фондах, об изменении в закон о дорожных фондах в Пенестровской Молдавской Республике, с января 2014 года исключена обязанность уплаты налога с физических лиц. Могу сразу сказать, что в 2014 году технический осмотр на любой автомобиль будет составлять в пределах 170 рублей. Точная сумма будет известна сразу после новогодних праздников. Если вы собираетесь в период праздников посетить родственников или друзей за границей, в госавтоинспекции обращают внимание автовладельцев на некоторые нормы законодательства соседних стран. Хочется разъяснить нашим автомобилистам, которые собираются выехать в Республику Молдова, о том, что там действует постановление правительства. С 1 декабря по 1 марта все автомобили должны передвигаться на оборудование зимними шинами. И до 31 марта действует закон о том, что они должны двигаться с ближним светом фар. На территории украинского государства с ближним светом фар нужно ездить до 30 апреля. Зимняя резина на усмотрение водителей. При этом что в Украине, что в Молдове обязательно наличие страхового полиса. В среднем будет где-то 300-320. Это страховка усредненная молдавская и украинская. Они не сильно разъясняются между собой ценовой политикой. И украинская чуть дороже, страховка мудавская немного дешевле. Очень многое влияет на цену стаж вождения водителя. Чем больше стаж, тем ниже цена страхового полиса. И соответственно от объема двигателя зависит. Также не стоит забывать пристегиваться ремнями безопасности. Соблюдая все эти советы, при выезде за границу вы избежите неприятных разговоров с сотрудниками ГАИ соседних стран. И в полной мере сможете насладиться новогодними праздниками в кругу родственников и друзей. Станислав Стоянов, Алексей Двоенкин, Первый Приднестровский телеканал. Президент Приднестровья Евгений Шевчук подписал закон о внесении изменений в закон ПМР о таможенном тарифе. Согласно документу, срок ввоза транспортных средств, с момента выпуска которых прошло более 10 лет, продлен до 1 января 2015 года. Также президент ПМР подписал указ, которым в два раза снижена ставка акцизов на ввозимые на территорию ПМР горюче-смазочные материалы, в частности газоэль и природный компримированный газ, реализуемый в качестве автомобильного топлива. Указ будет действовать с 1 января 2014 года по 28 февраля включительно. В этот период ставка акциза на газоэль составит 50 долларов США за тонну, на природный компримированный газ – 15 долларов США за тысячу кубических метров. Решение принято президентом в целях создания предпосылок для снижения цен на ГСМ. Правительству Приднестровской Молдавской Республики поручено отслеживать ситуацию и степень влияния принятого решения на рынок ГСМ. Продолжаем транспортную тему. На Тираспольском автовокзале готовятся к большому наплыву пассажиров. К праздникам их количество должно увеличиться вдвое. Если в обычный день на автобусах и маршрутках уезжают около тысячи пассажиров, к Новому году ожидается почти две. Основное направление – север республики. В праздничные дни работаем в принципе в штатном режиме. Работают кассы текущей предварительной продажи. Конечно же, ожидается увеличение пассажиропотока. И на сегодняшний день это уже видно, заметно. Но мы вывозим пассажиров. Есть дополнительные рейсы. Организуем по мере необходимости. Тем же, кто предпочитает ездить на поездах, стоило купить билеты заранее, говорят железнодорожники. Это связано не только с предпраздничным повышением цен, но и с тем, что с 30 декабря по 1 января кассы работать не будут. О том, что кассы не будут работать 30 и 31 декабря, а также 1 января 2014 года, пассажиры были уведомлены за месяц. Повышение цен на билеты в предпраздничные дни практикуются уже в течение 10 лет. Чтобы отдых преднестровцев обошелся без происшествий, во время новогодних и рождественских праздников милиционеры будут работать больше. Для охраны общественного порядка только в Террасполе задействуют около 150 сотрудников. Из числа наиболее подготовленных стражей правопорядка даже планируют создать усиленные следственно-оперативные группы. Дополнительно на улице наших городов и районных центров будут выставлены пешие и автопатрули, будет увеличено количество сотрудников, находящихся на рабочих местах для охраны общественного порядка, обеспечения празднования нашими гражданами новогодних праздников. В большинстве городов республики госадминистрации установили ограничения на продажу спиртных напитков в местах массовых гуляний. Как они будут соблюдаться, это также предстоит контролировать сотрудникам милиции. Готовы к работе в праздники и коммунальные службы. Уже известно, как они будут взаимодействовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае обледенения и гололедицы. Предприятия обеспечены необходимым объемом топлива, песчано-солевой смесью, и те механизмы и машины, которые сегодня находятся на балансе, готовы к выходу и работе, выходные и праздничные дни в любое время дня и ночи. Дежурство на дому механизаторов организовано, диспетчерскими службами будут они доставлены в случае необходимости на свои производственные базы и приступят к работе в рабочем порядке. В связи с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками президент ПМР Евгений Шевчук подписал указ о помиловании. Под него подпадают 39 человек. 22 из них освобождены от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Для семерых сокращена неотбытая часть наказания. Четверо осужденных помилованы президентом путем замены неотбытой части наказания на обязательные работы. Остальные освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы условно. Таким образом, с 1 января 2012 года по 30 декабря 2013 года президентом ПМР было помиловано 472 человека. К другим новостям. Новоселье в канун Нового года. Первомайский дом ветеранов принял более 20 подопечных. Их перевели из Бендер, где уже в следующем году откроют центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями, рассказывает наш корреспондент. Адель Юсуповна с интересом рассматривает свою новую комнату. Говорит, такого не ожидала. Здесь и современный ремонт, новая мебель, отдельный санузел. Что больше всего порадовало пенсионерку, соседку по комнате она смогла выбрать сама. А еще, рассказывает женщина, здесь большая территория. И летом она обязательно высадит цветы на одной из клумб. Ну, мы будем здесь помогать, ухаживать, поливать, убирать. Следить за порядком будем, помогать сотрудникам. Вместе с Адель Юсуповной в дом ветеранов приехали еще 22 пенсионера. Их встречали хлебом с солью, песнями и добрыми словами. В дом ветеранов они уже приезжали, рассказывает директор. Первый раз летом, а второй в начале октября. Когда они приезжали прежде, они смотрели комнаты и уже предварительно выбрали, кто где будет жить. Естественно, мы учитывали их пожелания, кто с кем хочет, кто в какой комнате желает проживать. Учитывались все пожелания людей, чтобы им было максимально комфортно и уютно. Чтобы ухаживать за увеличившимся вдвое количеством подопечных, в новом году дом у ветеранов увеличат медперсонал. Также трижды в неделю будет приходить врач. Это учреждение более благоустроенное по сравнению с бендерами. Здесь отдельная собственная территория, где престарелые могут отдохнуть. У них достаточно хорошо организованы зоны отдыха. У них очень много зеленых насаждений. Также в этом учреждении более благоустроен именно сам быт. В бендерах, говорят представители министерства, уже в новом году откроют центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями. Цель – внедрение в социум. Дети в этом центре будут учиться и, самое главное, общаться. Одна из главных особенностей центра – там будут проводить реабилитацию детей с особенностями. Анна Павленко, Татьяна Коркина и Александр Тыш. Первый Приднестровский телеканал. Историческая личность для Приднестровья на мемориале славы столичного кладбища «Западное» открыли монумент Стефану Кицаку. Генерал-полковник служил главным военным инспектором, приглавнокомандующим вооруженными силами. Стефан Кицак ушел из жизни 7 августа 2011 года. В эти дни ему исполнилось бы 80 лет. Боевой военный офицер выполнял интернациональный долг в Афганистане. Принял активное участие в создании вооруженных сил республики. Осенью 1991 года был назначен командующим республиканской гвардией. Во время вооруженной агрессии Молдовы против Приднестровья занимал пост начальника управления обороны государства. На надгробной плите, установленной Стефану Флоровичу, написано «Мужество, верность, честь и отвага – это все говорится про него». «Я, Штефана Флоровича, знаю с 1991 года. Это действительно герой, это патриот, это самый настоящий гражданин большой буквы нашей республики, который стоял у истоков создания нашего государства, не говоря уже истоков создания вооруженных сил. Всю свою сознательную жизнь он прослужил в вооруженных силах». В открытии памятника приняли участие представители Министерства обороны, ветераны вооруженных сил, а также ветераны войны в Афганистане. Они возложили живые цветы к могиле генерал-полковника. В завершение церемонии монумент осветили. Глава государства провел ряд кадровых назначений в судебной системе. Указом президента на должность судей суда города Рыбница и Рыбницкого района назначены Лужацкая Анна Леонидовна и Кизыма Татьяна Александровна. Судьей Верховного суда Приднестровской Молдавской республики стала Шестопалова Елена Юрьевна. Судьи назначены на бессрочный период. К новостям в мире. За последние сутки в Волгограде произошло два теракта. Накануне террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на железнодорожном вокзале. Сегодня утром еще одна трагедия – взрыв троллейбуса. В общей сложности погибли 32 человека. Пострадали 104. Среди жертв и двое детей. По всей стране усилены меры безопасности. Внутренние войска непрерывно патрулируют улицы Волгограда. К ним присоединились дружинники и казаки. Они стараются обеспечить безопасность и не допустить паники среди населения. Тем временем специалисты проводят экспертизу на местах терактов. МЧС регулярно обновляет список пострадавших. Доклады о текущей обстановке антитеррористический комитет будет представлять лично президенту несколько раз в сутки. Во многих городах завтра пройдут траурные митинги. Соболезнования семьям погибших выразил и президент Приднестровья. А пострадавшим Евгений Шевчук пожелал скорейшего выздоровления. Самыми заметными событиями дня Анастасия Чернитинская. Президент России Владимир Путин подписал закон об утверждении на федеральном уровне предельного роста платы граждан за коммунальные услуги для регионов. Тарифы будут устанавливаться правительством страны на срок не менее пяти лет с учетом темпов роста цен на энергоресурсы и параметров прогноза социально-экономического развития страны. Национальная комиссия Украины по госрегулированию в сфере энергетики с 1 января снижает цены на газ. Так, для промышленных потребителей цены снизятся на 10% за тысячу кубометров, для предприятий, финансируемых из государственного и местных бюджетов, на 29,2%. Напомним, ранее Николай Азаров сообщил, что снижение цены на российский газ позволит удешевить топливо для бюджетных и промышленных потребителей почти на треть. Евро достиг самого высокого уровня в истории Молдовы. Европейская валюта перешла психологический порог в 18 леев. Это самый высокий уровень за всю историю в Республике Молдова. Последний аналогичный рекорд был достигнут в декабре 2009-го. Тогда европейская валюта достигла 17 леев и 98 банов. Ранее президент Национального банка Молдовы признал, что рост курса евро и снижение курса леи являются преднамеренными действиями Национального банка в поддержку устойчивого роста цен на товары широкого потребления. Узбекистан присоединился к договору о зоне свободной торговли СНГ. Таким образом, Узбекистан стал девятым государством членом договора. Соглашение не следует путать с таможенным союзом с участием Белоруссии и Казахстана. В соглашении о свободной торговле участвуют также и Украина, Армения и Молдова. Еще два государства-участника Киргизия и Таджикистан пока ждут ратификации. Во Франции ввели налог на роскошь. Теперь богатые французы, которые зарабатывают свыше миллиона евро, будут облагаться налогом в размере 75%. По решению Конституционного совета страны налоги будут платить все, даже профессиональные футбольные клубы. Напомним, введение такой меры было одним из главных обещаний в предвыборной кампании президента Франции Франсуа Оланда. К новостям в республике. Без страха и боязни за свою жизнь на протяжении пяти лет спасательные отряды участвуют в ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. Тушение пожаров, спасение утопающих. О героях нашего времени в сюжете Александр Кожухарь. Река Днестр коварная и опасная, но люди почему-то об этом забывают, особенно в летнее время года. Так спасатель Андрей Макаров дежурил на городском Бендерском пляже, когда услышал из воды крики о помощи. Он вспоминает, понять кто попал в беду было невозможно, но вот на поверхности реки на мгновение показались руки утопающего. Поднырнув под утопающего, я толчком вытолкнул его на поверхность и далее уже дотолкал до берега. Там уже подбежали граждане отдыхающие и помогли вытащить на берег. Парень нахлебался воды, но от госпитализации дальнейшие родители отказались, привели его в порядок. За спасение утопающего Андрея Макарова отметили государственной наградой. Здесь же на торжественном собрании медаль за отвагу на пожаре получил и Олег Горбенко. В уходящем году их расчет вытащил из огня четверых человек. Бывший Сбербанк в Бендерах в подвале, от меня обращение аккуратно с огнем, прошло возгорание, там сверные работы производились и в подвале оказались трое рабочих. Этим же звеном и выработали, оказали помощь, вывели людей опять же из-за дальнего помещения. Спасатели подчеркивают, за время своего существования они принимали участие в ликвидации последствий наводнений 2008, 2010 и 2013 годов. Поставляли дрова и обогреватели населению, когда в 2009 в республике были перебои с природным газом. В общей сложности сотрудниками главного управления по чрезвычайным ситуациям спасено 263 человеческих жизней, в том числе 50 наводных объектов, 187 притушения пожаров. А накануне своего профессионального праздника слободзейские спасатели приняли решение добровольно сдать кровь. В итоге центральный банк крови пополнился на 470 миллилитров крови. Александр Кожухарь, Александр Тыш, Первый, Приднестровский телеканал. Новый год – время чудес. В эти дни каждый ребенок верит в сказку и надеется на чудо. Особенно его ждут дети, которые борются с болезнью. Накануне праздник ребятам дарили десятки добровольцев и сказочные персонажи. В акции «Подари Новый год» анкобольному ребенку принимала участие и наша съемочная группа. Конфеты, игрушки и даже снегоход – свои самые желанные новогодние подарки получили 60 ребят. Они день за днем мужественно сражаются с онкозаболеваниями. Подарки абсолютно разные. Самое интересное – это у нас живой попугай и живой котенок. Игрушки в основном. Также мы дарим и сладкие конфеты, наборы цитрусовые. Ну и есть пару сюрпризов, не хочу их раскрывать. Волнистый попугай – долгожданный подарок для Марины. Она первой встречает Снегурочку и Деда Мороза в Тирасполе. Несмотря на сложную болезнь, девочка выучила стихотворение, чтобы отблагодарить волшебников. Но самое главное – волшебство еще впереди. На пушистом венке завязывают ленту и загадывают советное желание. Я уверена, что потом все ваши желания сбудутся. Давайте все вместе держимся. В Днестровске Дед Мороз и Снегурочка пришли поздравить Даниила не только с Новым годом, но и с днем рождения. Сегодня у мальчика юбилей, ему 10 лет. Мешок с подарками получился особенно внушительным. Ой, мне кажется, у нас там столько всего интересного. Дед Мороз легко уместил в своем большом мешке детскую мечту – самолет на пульте. Когда вырастет, Даниил мечтает стать милиционером. Но пока он борется с недугом и верит, что его мечта обязательно сбудется. Еще одна лента с заветной мечтой появляется на волшебном венке. А мы с дедушкой 31 декабря его повесим на самую главную елку в городе Тирасполь. А в новогоднюю ночь дедушка всю эту гирлянду заберет и обязательно исполнит каждое желание. Веришь нам? Да. Ну давайте завязываем. Помнит Дед Мороз и о своих почти уже взрослых подопечных. Елка приехала специально к Ире. Она впервые встречает Снегурочку и Деда Мороза у себя дома. Девочка родилась весом всего лишь один килограмм и смогла выжить. Правда, диагноз ДЦП теперь живет вместе с ней. В этой семье наступающий Новый год особенно счастливый. Саша выздоровел и теперь сам хочет быть врачом. Самую заветную мечту вся семья в тишине загадывает на венке желаний. А вслух Саша произносит пожелания другим детям. Здоровья, счастья, благополучия. Венки загаданными желаниями повесят на самую главную елку Приднестровья. Там они будут ждать Деда Мороза. Полночь, 31 декабря, главный новогодний волшебник соберет все заветные мечты, чтобы потом их обязательно исполнить. Мария Пантазия, Анастасия Дидур и Олег Коваленко. Первый Приднестровский телеканал. И о спорте. В Тирасполе прошло первенство школы по вольной борьбе. Турнир был приурочен к 40-летию с дюшор борьбы и бокса. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из Приднестровья и Канады. А в Бендерах завершился Кубок города по настольному теннису. Подробности в обзоре спортивных новостей. Борцы вольного стиля оспаривали чемпионские титулы в 11 весовых категориях. Возраст юных спортсменов варьировался от 8 до 13 лет. В первенстве были представлены участники из Тирасполя, Днестровской, Рыбницы, Дубасар и Монреале. Во-первых, это такое мы сделали в поддверии Нового года. Я думаю, это даже вдвойне такое праздничное настроение у ребят. Даже борются, как мы видим, такой самоотдачей. Ну, как правило, что они с этих соревнований берут, опыт, мастерство накапливают. И для дальнейших, более серьезных турниров. Вот уже 4,5 года в Канаде живет уроженец села Незавертайловка Слободейского района. Борец Николай Гондробура на турнире выступил в весовой категории до 32 килограммов и завоевал бронзовую медаль. Они мне очень сильно понравились. Ну, а они хорошие соревнования. Они, ну что еще, они сильные, но немало людей тут есть. По итогам соревнований в общекомандном зачете не было равных хозяевам ковра. Тирасполяне завоевали 9 золотых медалей. И еще по одной награде высшего достоинства заработали воспитанники Днестровска и Рыбницы. Турнир также служит в развитии детско-юношеского спорта, воспитании подрастающего поколения должного внимания, здоровому образу жизни, к честной соревнователям борьбе. А тем временем в Бендерской с Дюшор 2 состоялся открытый кубок Бендер по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов из Тирасполя, Днестровска, Рыбницы, а также хозяева турнира. По результатам группового этапа были определены 8 финалистов, которые в итоге и разыграли медали. Бронзовую награду заработал бендерчанин Игорь Ковик, серебро завоевал терраспольчанин Григорий Крайнюков, а обладателем чемпионского титула стал Игорь Романенко из Бендер. Вадим Гачков, Василий Рожкован, Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости на сегодня. Об этих событиях и не только вы можете узнать на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде. 31 декабря в Москве дождь. Ночью минус 2, днем плюс 3. В Киеве снег. Ночью минус 1, днем 2 градуса со знаком плюс. В Кишиневе облачно. Ночью минус 3, днем плюс 3. В Схинвале ясно. Ночью минус 6, днем плюс 2. В Сухуме также ясно. Ночью плюс 5, днем 10 градусов выше нуля. В нашей республике, по сообщению гидрометцентра, ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5,8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха ночью по северу республики. 0, минус 2, днем от нуля до 2 градусов тепла. В столице ночью около нуля, днем плюс 1, плюс 3. В последующие сутки погода существенно не изменится. Спонсор метеовыпуска – компания «Фокстрот». Торговый центр «Фокстрот» сдаёт в аренду торговой площади самых разных размеров. Двухэтажный торговый центр находится в самом центре столицы и включает в себя различные удобства как для продавцов, так и для покупателей. На этом у меня всё. Приятного вечера и хорошего настроения. Увидимся, как всегда, вовремя на Первом Приднестровском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова